Господа, добрый вечер. В эфире программа «Будущее где-то рядом» у микрофона Александр Неклеса и тема сегодняшней передачи «Игры новых людей». Вот представители новых людей у меня сегодня находятся в гостях. Это Ростислав Анатольевич Валикжанин. Добрый вечер, Ростислав. Добрый вечер, Александр. И Илья Арнольдович Савчук. Добрый вечер, Илья. Здравствуйте, Александр. Илья и Ростислав соорганизаторы конференции «Рукемп-2010». Это некоторое действие, которое происходило с 16 по 19 июля в Москве. Происходило оно под лозунгом «Родственном передаче». Лозунг был «Сделать завтра, если не ошибаюсь». Правильно? Да. По-моему, кто-то из вас и придумал этот лозунг. Нет, на самом деле лозунг придумал Илья Цинципер, Осколков Цинципер, который, собственно, и создал «Стрелку» как место в Москве. Да. Институт архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка». Я вот зачитаю сразу, знаете, программу вашего мероприятия. Она звучит весьма амбициозно, слово, которое часто возникает в контексте этой передачи. «Рукемп» — ежегодный летний фестиваль будущего. Участники «Рукемп» — креативный класс, архитекторы, интернетчики, футурологи, дизайнеры, инноваторы, медийщики, исследователи, программисты, ученые, маркетологи. Все те, кто участвуют и чувствуют будущее на кончиках пальцев. С 16 по 19 июля более 400 креативных умов в России и зарубежья соберутся, ну, собрались уже теперь, мы покажем, на 4 дня, чтобы вместе заглянуть на несколько лет вперед. Каким будет интернет, город, дизайн, медиа, образование, общество, государство, бизнес? Какие проекты нужны в этом будущем? Инновации в каких областях приведут к прорывам в развитии технологий и общества? Ростислав, Илья, и вот такая колоссальная амбициозная программа на сколько-то процентов была реализована? Ну, да, на 50, не 4 дня, а 2, не 400 человек, а 420, по-моему, да, зарегистрированы? Ну, я думаю, самое главное, не сколько людей, не сколько дней, а вот этот вот объем задач, который был поставлен, ведь, в общем, действительно широкий размах. Тут одновременно и интернет, и будущее, и город, и общество, и образование, и бизнес. Ну, вот колоссальная конференция, я бы сказал, помимо всего прочего. Во-первых, мы все кроссдисциплинарщики такие, у всех там 2,5 образования, как правило, вот, и все работают на стыке жанров, и это вообще, ну, такое, наше нормальное состояние. Во-вторых, ну, да, мы заявили достаточно амбициозную программу, но тоже процентов на 50-е выполнено. Сейчас я вас начну пытать о подробностях, как кричат из зала, давайте о подробностях. Итак, мой вопрос первый, и, наверное, для понимания он самый важный. А что такое вообще Ру Кэмп? Ну, Ру Кэмп, мы озаглавили это в этом году как фестиваль будущего, но если говорить откровенно, это не совсем фестиваль, это Бар Кэмп. Что такое Бар Кэмп вообще? Вот что это за формат? Да. Это не конференция, скорее, это самоорганизующийся хаос. Бар Кэмп, он появился в 2003 году в Калифорнии, в Кремниевой долине. Своего рода инновация. Ну, конечно же. То есть, если там фактически эти инновации постоянно происходят, то это была такая социальная инновация, по большому счету. И организатором первого Бар Кэмпа, который тогда еще назывался Фу Кэмп... А это что такое? Бар Кэмп я как-то так для себя расшифровал. Нет, ну он просто так изначально назывался, потом название модифицировалось, появилось вот это слово Бар. И, значит, организатором всего этого действия был такой известный издатель Тимо Рейли. И он собрал у себя где-то там на загородной вилле несколько айтишников, маркетологов, самых-самых разных людей. И они там собрались просто, чтобы неформально пообщаться. Ну, на самом деле, вот как мы сейчас сидим, неформально общаемся. Ну, я так понимаю, Бар Кэмп, он и здесь и есть, так, с понятием и бар, и барбекю, вот как люди собираются. Пиволаги. Да, совершенно верно. Или для меня еще такую определенную коннотацию имеет китайская опера. Она носит другой характер, но там тоже определенный комфорт, когда люди не просто сидят в креслах, смотрят на сцену, а стоят в столике. На столиках стоят самовары, которые родом из Китая, на самом деле, они такое, не вполне российское изделие. Главное, ощущение комфорта и свободы разговора. Ну да, конечно. И на самом деле у Бар Кэмпа два главных правила. Их вообще 10, есть только 10 заповедей Бар Кэмпа. Но два основных правила, это то, что ты не можешь быть туристом, ты должен... Участником быть. Ты должен быть активным участником, не просто участником. И второе главное правило, то, что программа открыта всегда. Это такая open grid, что называется по-английски, свободная сетка, куда каждый участник может вписать свой доклад. То есть вы можете расширять формат и к списку имеющихся тем добавлять свои, которые вам интересны. Да, безусловно. Ну, понимаете, это такое коллективное сознательное, да, когда на традиционных конференциях люди приходят, и уже заранее известна программа, заранее известны докладчики. И на самом деле программа традиционной конференции такой слепок знаний, компетенций организаторов. А у нас немножко по-другому. У нас смысловые границы конференции расширяют сами участники. То есть у вас, помимо вас, нескольких, еще было несколько сот соорганизаторов этого Бар Кэмпа. Именно так. Да, и значит, в 2003 году, когда Тимур Элли сделал вот этот первый Бар Кэмп, он через два года переродился в такой уже устоявшийся формат. И первый Бар Кэмп прошел в 2005 году там же, в Силиконовой долине. А потом, а потом началась очень интересная штука. Через IT-сообщество этот формат начал очень быстро распространяться, транслироваться, да. И на данный момент уже прошло по всему миру несколько, наверное, десятков тысяч Бар Кэмпов. В СНГ первый Бар Кэмп был на территории Украины в 2007 году. А мы вот первый свой провели в 2008. Вот кратко... Он, кажется, назывался Ай Кэмп. Он назывался Ай Кэмп. В прошлом году он назывался Ай Кэмп Раша. В этом году мы немножечко сменили название, потому что бренд Ай Кэмп, он остался узкоспециализированной конференцией про интернет. А у нас границы резко расширились, и мы поняли, что надо как-то двигаться дальше. Страну поднимать. Илья, а я, насколько знаю, вы к этому коктейлю добавили свой собственный ингредиент, поскольку, опять-таки, насколько я знаю, вы родоначальник и руководитель такого направления, как лесные игры. Ну, давайте внесем... Я не родоначальник и не руководитель. Да, я причастен к этому процессу. Не я это придумал. И лесные игры — это вообще такое самоназвание набора игровых активностей, которые в конференциях мы используем. А в чем специфика их, особенность? Вот Ростислав перед этим сказал, что это организованный хаос, который меняет свой формат, то есть программа меняет свой формат, все участники должны быть активными участниками, то есть несколько таких заложено, критериев, по которым организуется специфическое действие. А лесное действие или лес? Лесные действия, они помогают этому хаосу организовываться более продуктивно, потому что одно дело — предложить людям, вот вам сетка программы, ставьте свои доклады и делать, что хотите. По-разному у всех получается. А другое дело, когда есть игротехники, которые помогают людям вытащить свое знание публично. Во-первых, ну это как практика, во-первых, полезная, как дейтинг — это полезная вещь. Мы пытаемся сделать эту штуку продуктивной, чтобы она была еще и давала результаты, помимо каких-то проблематизаций, помимо каких-то рассуждений. И у нас это получается в долгосрочной перспективе, когда вот за 2-3 года появляется уже что-то внятное, какие-то продукты появляются из вот таких вот попрыгушек несерьезных. — Вы сможете такие продукты? — Ну да, у нас есть ряд вещей в образовательной нашей деятельности, там сервер-компетенции, акционер-дюктор и так далее. — А если как это самое обоснуть, расскажите? — Как это произошло? — Нет-нет-нет, а вот дать почувствовать фактуру. — Хорошо, вот на лесных форматах мы придумали систему автоматических рекомендаций по составлению учебных программ для студентов. И после этого, через год, эта вещь была сделана в коде, эта вещь появилась в сети, и сейчас потихонечку отполировывается как самостоятельный продукт. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.